Кино, так же как и изобразительное искусство, это визуальное искусство, и воздействует на человека при помощи образов. И в кинематографе, безусловно, созданы очень большие достижения, особенно когда было черно-белое кино, когда его было становление, то тщательно подбирались тени, пропорции, постановка кадра, и художнику не нужно для себя открывать особо много нового, потому что композиции, которые были и в эпоху Возрождения, и которые, кстати говоря, использовались в реалистическом кинематографе, то можно, конечно, брать на вооружение, потому что там уже существует определенное достижение. Потом стало кино с цветом, и тоже появились определенные находки. У многих режиссеров упор делается и на красоту постановки пейзажей, и на освещение лиц человека, и, безусловно, это влияет на зрителя. И художнику желательно в своих картинах достичь такого же эффекта, как и кино, примерно такого же, как и кино существует на зрителя. Некоторые фильмы, они очень передают свое состояние. Но это можно отнести к некоторым французским, итальянским фильмам, а к американским, безусловно. И это оказывает на человека, и, в частности, на меня очень большое воздействие, потому что там есть и музыка, которая очень много значит для кинематографа. Есть актеры, которые, это сказать, гармонируют со всем процессом создания этого фильма. Есть определенная идея, или наоборот, может быть, какая-то комическая, абсурдная идея. И вот это вот общее состояние фильма, оно, безусловно, воздействует на человека, и человек не остается к этому равнодушен. На меня, в частности, влияет очень показ пейзажей и музыки, человеческих лиц и движения. И очень многие свои работы я делаю именно под музыку к фильмам, чтобы воссоздать себе состояние, которое на меня подействовало. Кинематограф тоже иногда является в какой-то мере пророчествующим. Вот был такой фильм «Мужчина и женщина» 65-го года, Клода Лилюша. Правда, этот режиссер потом, к сожалению, каждый фильм следующий снимал все хуже и хуже. Но в этом фильме у него показан пляж в Дювиле и пляжные кабинки. И по берегу ездит машина по песку, идет человек с собакой. На меня это очень большое оказало впечатление. Я написал под впечатлением этого фильма, музыки, несколько картин, потому что я видел похожие пляжи. И вдруг потом, через какое-то время, этот никому не нужный в то время пляж стал фешенебельным курортом. И на этих пляжных кабинках, не благодаря фильму, а благодаря этому месту, стали принадлежать персональные кабинки голливудским звездам. То есть, вот, главное, что режиссер какой-то увидел место и увидел состояние, которое потом нашло отклик у совершенно других людей с другого континента. Сальвадор Дали свою карьеру он начинал как актер. И снимался у Луиса Бенюэра, у своего друга, в фильме «Андалузский пес». Но затем тот стал режиссером, режиссером-сюрреалистом, а Сальвадор Дали стал художником, тоже основоположником этого стиля. И вот мне очень интересно, как бы была судьба вот этих двух людей, двух выдающихся людей. И стал я присматриваться к тому, что же делает вот этот Луис Бенюэль в своих фильмах. И, конечно, он обладает очень большим эстетическим чувством, у него замечательная постановка кадра. И иногда сталкиваешься с совершенно парадоксальными ситуациями, когда вымесел кажется вообще неправдоподобным. Но потом, значит, я посмотрел одно интервью его сценариста Бенюэля «Карьера». И он сказал, какая бы ситуация ни была придумана в кино, в жизни, говорит, она совершенно будет еще более необычной. И привел такой пример, что один человек позвонил другому, а тот говорит, извини, пожалуйста, я с тобой не могу сейчас разговаривать, потому что вот сейчас на мой дом падает самолет. Я бросил трубку и выбежал из дома. Это действительно вот был случай, когда при взлете с аэропорта упал конкурс. Я, наверное, не смог бы так рисовать, если бы не было бы кинематографа, или если бы он был бы немым, без музыки. Потому что очень сильное воздействие для меня кинематограф является как бы второй реальностью. Потому что, ну, понятно, что когда говорят, что фабрика Гриоз и Голливуд, безусловно, но поэтому, кстати говоря, люди это и смотрят. Потому что одна жизнь тут, а другая, похожая, но немного иная, она идет на экране. Если относиться к этому серьезно, без предубеждений, то это, я считаю, очень для человека полезное сравнение с его жизнью и дает какие-то определенные стимулы для улучшения его жизни обыкновенной и бытовой. Все фильмы я подряд не смотрю, конечно, и это трудно, потому что современное кино не выстраивается в какую-то определенную сейчас тенденцию, в какой-то определенный ряд. Ну, Голливуд всего лишь в год выпускает несколько хороших, выдающихся, скажем, фильмов. А интересно мне смотреть еще ретро-фильмы, ну, скажем, итальянский неореализм, там определенные выстраиваются имена, там, Пьетро Джерми, Микеланджело Антониони, потом, значит, Селини. То есть это все были большие личности, и у которых у каждого свой собственный язык. Как, собственно говоря, у больших художников в изобразительном искусстве имеется свой определенный стиль. Как импрессионисты отличаются каждый друг от друга, входя в определенное направление. Так вот и в кинематографе это тоже чувствуется и общая тенденция, и ярко выраженная индивидуальность. Также потом было и во французском кино, когда была «Новая волна», и было это в Голливуде, когда туда приезжал Станиславский, и когда оттуда взяли на вооружение его метод, тоже реалистического театра, именно его. Но вот, к сожалению, сейчас в кинематографе идет определенный разнобой, и в изобразительном искусстве тоже не все идет в определенном русле, а тоже, как говорится, перетягивается в разные стороны. Поэтому вот еще сейчас, в настоящий момент, не выработалась такой четкой, как бы перспективной тенденции развития. Я думаю, что когда человек читает книгу, почему нужно читать книги, хорошие книги, классические книги, потому что ты как бы беседуешь с автором, ты беседуешь с очень умным человеком. Такие в жизни, в повседневной, не всегда встречаются, хотя, безусловно, они есть. А когда смотришь фильм, то ты как бы общаешься со своими знакомыми. Тем более, если у тебя есть такие хорошие актеры, как, скажем, Марчелло Настрояни, то смотришь и общаешься уже как бы со знакомыми людьми, с их миром, потому что они играют, откровенно говоря, очень честно. Они не боятся, как индийские киноактеры в Бомбее, играть только положительных героев, ни в коем случае, там ни нищего, ни преступника. Они играют и грязных людей, и благородных, и смешных. Они не создают для себя определенного положительного амплуа. И вот я поэтому люблю такой честный кинематограф и люблю общаться с этими людьми, которые его создают. Не было такого случая, чтобы кинематографист стал художником. Но очень многие художники становились кинорежиссерами, операторами, и очень многие художники становились писателями. Ну, последний был это Гюнтер Грасс, но были еще другие. А чтобы писатель становился художником, так бывает, тоже не было. Гюнтер Грасс